Принемидельно к Приднестрову, я думаю, что это все-таки больше хобби, чем бизнес, потому что, ну, за редким исключением люди живут только чисто с пчеловодства, с меда. Ну, это связано с реализацией, в первую очередь. Да, очень много молодежи, ну, с каждым годом мы становимся все старше, а те, кто после нас, то уже получается помоложе. Есть увеличенные молодые люди, которые очень занимаются, очень, скажем так, высоко квалифицированные уже, очень грамотные. Я познащил много людей уже на ярмарках, которые очень живы. Сегодня доступен интернет, доступна любая литература, поэтому все новые технологии, все новое, что вводится, это все применяется. Ну, пчеловодство не стоит на одном месте, теперь большой объем информации и в литературе, и интернет, и телевидении, все это люди уже ознакомлены, и понятно, что мировое устройство такое, пчеловодство и мировое стремление к многокорпусным ульям на определенную рамку, для того, чтобы отделить гнездо отдельно от тех рамок, с которыми забирается мед. Но все это очень затратно, потому что сегодня при отсутствии леса, очень лес дорогой, и условно сделать такое количество ульев, должны определенные капиталы вложения. А эти капиталы вложения нужно взять из семьи, за счет, конечно, того меда, который ты уже продал. Поэтому большинство наших пчеловодов работают по старинке, и в связи с материальными затруднениями не могут выйти на новые ульки. Стандартные, 10-рамочные, 8-рамочные, 12-рамочные, поскольку с воздухом уже тяжело поднимать людям, а во-вторых, это затратно, и потом остаются при старой системе лежаков, как называют эти ульки. А все остальное уже с развитием. Имея несколько семей, человек начинает увеличивать количество пчелосемей, получает больше рамок, которые переплавляют, этот воск сдает и меняет на овощину, закупает, либо сам делает рамки, чтобы вытешевить производство. И так потихонечку увеличивается. Ну, все пчеловоды настроены на то, что кроме меда расширен диапазон продукции предоставляемой. Поскольку я являюсь пчеловодом выходного дня, то основной продукт, конечно, у меня является мед, но дополнительно прополюс, воск, подмор. Есть пчеловоды в нашем ноге, которые начали заниматься маточным молоком. Есть пчеловоды, которые собирают пыльцу. Для пыльцы нужно вставить пыльцу-ловители условно с 9 до 11 дня, потом снимать, чтобы не вся пыльца собиралась каждый день ее забирать, потому что она гигроскопичная, впитывает влагу для того, чтобы сохранять. Нужны соответствующие сушилки и так далее. Вот в это направление наши пчеловоды работают. Разно уже уделять время определенное. По весне, если пчел много, а пчеловод не намерен расширяться, то продают пчелопакеты. Многие пчеловоды выводят маток и продают плодных, либо неплодных маток. Что касается маток, то у нас в регионе раньше были распространены, районированы, скажем так, Карпатки и Кавказянки. На сегодняшний день знаю, что наши пчеловоды закупают, как из Германии, как из Италии, по 46 до 101 евро за каждую матку, а потом уже разводились на месте. Купленные в Майкопе, в Западной Украине, пчеломатки подешевле, но тоже гарантированы тем, что качественно. Отсюда уже с этих купленных 1-2-3 маток пчеловоды разводят свое. Но большинство пчеловодов, конечно, стараются вывести, воспроизвести или вывести маток от самых хороших, которые у них находятся, пчелосемей. И связано это с тем, что пчеловоды оценивают те направления, под которые он работает. У нас, например, основной взяток – это подсолнух и майский акация. К святению акации нужно иметь сильные, крепкие пчелы. К подсолнуху либо гречке все эти семьи уже все наберут силу. А вот, чтобы семья собрала мед майский, нужно определенное количество пчелы иметь и сильную семью, для того, чтобы были сборщики для собрания. Я уже говорил, что очень большое значение сейчас имеет подготовка семей к зиме. И вот после уборки урожая, назовем так, после медосбора, основная задача пчеловодов – сделать обработку против воротоза. Очень много слышим мы сейчас и в Америке, и в Европе, и в наших местах есть слет пчел. Большая проблема – это заклещенность. И поскольку мы говорим о том, что мед должен быть все чище и чище, то наши пчеловоды стараются обрабатывать экологичными, ну, не экологичными, чистыми, а скажем, безвредными для пчел и для человека препаратами. Я хочу показать один из этих аппаратов, самодельный аппарат, с удовольствием получил его для ознакомления, для обработки нашим пчеловедом, он самодельно сделал. Гызко Василий Лукич, аппарат для возгонки щавельной кислоты, который в советское время еще давно обрабатывается. Принцип – мы здесь видим моторчик, турбинка, включатели и выключатели. Вот, подключается все к автомобильному аккумулятору. Здесь есть специальное спиральное накалывание, где она разгорается. Все необходимые порции в один либо два грамма щавельной кислоты засыпается, тоже закрывается, влеток и включается турбинка, которая полностью эти пары после испарения выдвигается. Мы говорили о реализации. Естественно, кроме того, что мы реализуем в дом, мы принимаем участие в различных ярмарках, проводимых в городе либо на уровне республики. И вот в таких упаковочках мы принимали участие на дне республики и продавали нашу продукцию. В данном случае, я говорил, что пасека семейная, так как тут и написано, собрана доброй пчелой для добрых людей, пасека семьи корменцы, координаты. И самое главное, на что мы обращаем внимание, что мед – это сила мужчины, красота, женщины, здоровье ребенка. Вот это самое главное. По качеству меда мы качество гарантируем, поскольку есть все необходимые документы, и паспорт пасеки, и ветеринарные справки. Более того, в связи с тем, что реализацию мы пытаемся наладить через сети магазинную сеть, естественно, мы в этом году провели сертификацию нашей продукции для того, чтобы хозяин, либо продавец нашей продукции был уверен в этом качестве. Считаю, что рано или поздно мы придем к тому, что все-таки правильнее было реализовываться через такие торговые точки, которые человек, купивший и понравившийся, возвращается опять в то же место и покупает товар, который понравился. Если качество было некачественное, оно может высказать руководитель в том предприятии, который реализовывал, и тогда можно найти того пчеловода. На рынке это не всегда возможно, поскольку человек сегодня продал, ушел, и завтра его не было. Хотя наши люди, конечно, ориентируются уже на достоверный, на испробованный мед и покупают уже у знакомых им паспельщиков для того, чтобы быть надежным в продукте, который они покупают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok